Здравствуйте, друзья, с вами Вяткин Александр, и это канал Команда Госплюс. Под моим видео про электромонтаж до или после штукатурки вы оставили множество комментариев с просьбой рассказать об электрике в панельных домах и об организации спусков к электрощитам. В сегодняшнем ролике я освещу сразу обе эти темы, так что приятного просмотра. Ну и предлагаю начать со скучной теории. Конечно, в сотый раз сравнивать штрабление бетона с резкой стекла стеклорезом я не буду. Если вы интересуетесь темой сегодняшнего ролика, вы это уже неоднократно слышали. Ну вот немного покопаться в нормативных документах нам все-таки придется. Заодно подчеркнем оттуда некоторые моменты, которые нам сегодня пригодятся. Итак, какими же документами запрещено штрабление в бетонных домах? На общефедеральном уровне первое, что приходит на ум, это наш любимый 256-й свод правил, точнее таблица 15.2. Эта таблица определяет способы выполнения электропроводки относительно типа зданий. Так вот, для панельных и монолитных домов при скрытом монтаже допускается использовать только пустоты конструкций, специальные каналы и замоноличенные трубы. Ни о каких штробах там и близко речи не идет. Обзац про пустоты мы пока держим в уме, он нам пригодится в конце. Помимо свода правил, в некоторых регионах присутствуют также свои нормативы по перепланировке и проведению ремонтных работ. В Москве, например, это постановление правительства номер 508. В последней редакции прямо указано, что в домах типовых серий штрабление под электропроводку и трубопроводы запрещено. Пункт целиком сейчас на ваших экранах. При этом, если вы попробуете искать информацию о запрете на штрабление в интернете, вы непременно найдете целую кучу самопальных статей от экспертов, где будет рассказываться, что допускается штрабление бетона на глубину не более 2,5 см, шириной до 3 см и не более 3 м длиной. При этом все они ссылаются на один и тот же СНИП, не приводя конкретного пункта. Так вот, во-первых, этот СНИП давно отменен и заменен он сводом правил 76-13-330-16 года. Во-вторых, ни в старой редакции, ни уж тем более в новом СП ничего подобного я не нашел. То есть кто-то написал информацию не совсем соответствующую действительности. И доморощенные графоманы без лишних раздумий тупо начали копипастить этот абзац друг у друга. В-третьих, не так страшно штрабление, как установка подрозетников. Ведь глубина самого короткого варианта начинается от 4 см и глубже. Поэтому, даже если бы такие допуски существовали, вам бы пришлось прокладывать кабели скрыто, а розетки ставить для наружного монтажа. Что само по себе дикость. Но, если я ошибаюсь или невнимательно перечитал документы, и подобный пункт действительно существует в природе, прошу вас написать об этом под видео. И ваш комментарий я обязательно закреплю. Ну а пока подтверждения нет, просто хочу предостеречь от необдуманных поступков, сделанных на основе информации из непроверенных статей. Ведь наказание за нарушение весьма и весьма суровое. И думаю, самое время поговорить о последствиях. Я уже предвкушаю наплыв комментаторов с воплями, дескать, мы сто раз тут все штрабили и перештрабливали, ничего нигде не упало и не потрескалось. И вообще он под магазины целые стены сносится на первых этажах и ничего. Но подождите, я не собираюсь вас переубеждать или заниматься норовоучениями. Мне абсолютно наплевать, как вы там разрушаете свои дома и дома ваших заказчиков. Я не торгую лишним гуманизмом. Я всего лишь рассказываю на своем канале, как мы работаем. А работаем мы так, чтобы у заказчиков не возникало проблем ни при эксплуатации электропроводки, ни при ее монтаже. Вот и все. Нас именно поэтому и выбирают. К деформации и разрушению несущих конструкций здания приводит, скорее всего, все-таки совокупность факторов. Но вот есть один момент, с которым вы столкнетесь с большей вероятностью. И последствия, скорее всего, тоже будут весьма печальными. Я только должен оговориться, что все, о чем я буду говорить далее, на момент съемки видео относится только к Москве. Но никто не гарантирует, что эти нормы не распространятся на остальные субъекты в ближайшем будущем. Особенно с учетом участившихся инцидентов в многоквартирных домах. Так как штрабление несущих стен подпадает под определение незаконной перепланировки, в случае обнаружения подобных работ в вашей квартире вам грозит небольшой штраф и огромная проблема по выполнению предписания по восстановлению несущих конструкций от жилищной инспекции. Восстановление может спокойно вам встать в несколько сотен тысяч рублей. Просто замазать штробы будет недостаточно. Вам придется сначала составить и согласовать проект с автором проекта дома, который волен брать за эту работу абсолютно любую сумму, какую он захочет, потому что выбора у вас нет. В противном же случае вашу квартиру могут выставить на торги по решению суда. При этом настучать на вас в жилищную инспекцию может абсолютно любой сосед, которого задолбал постоянный шум, создаваемый при штраблении бетона. И в моей практике подобный случай был. Заказчик нанял мастеров на все руки для проведения ремонта в квартире. И буквально в первый же день сердобольный сосед заявил в жилищную инспекцию. Заказчику повезло, благо за полдня мастера успели только выштрабить два подрозетника и две борозды в межкомнатной стене. Поэтому дело обошлось с предупреждением, что если данные работы будут продолжены, то заказчик получит предписание на восстановление несущей способности со всеми вытекающими. После этого заказчик обратился в специализированную электромонтажную организацию, то есть к нам. И предложенный нами вариант устройства скрытой электропроводки полностью устроил инспектора. Ну и думаю самое время наконец рассказать, как делаем монтаж в панельных и монолитных домах мы. Как правило мы применяем два способа монтажа. Способов конечно намного больше, но про остальные и почему мы их не применяем я расскажу в конце. Итак, первый способ возникает как правило сам с собой, когда заказчик организовывает шумоизоляцию в квартире. Шумоизоляция априори предусматривает наращивание стены гипсокартоном, внутрь которого помещается звукоизоляционный материал. Подрозетники при этом устанавливаются в специальные короба. Тут в принципе все просто, никакого штрабления попросту нет. В случае применения специальных готовых звукоизоляционных панелей принцип прокладки электропроводки точно такой же. Проблема тут только в том, что не все заказчики хотят делать шумоизоляцию. Да и сама шумка съедает большую площадь помещения, чем второй вариант. Второй вариант интереснее имеет некоторые наши ноу-хау. Как уже знают многие зрители нашего канала, мы выполняем электромонтажные работы строго после проведения черновых штукатурных работ. При этом мы просто-напросто выдаем техзадание штукатурам о том, что минимальный слой штукатурки в квартире должен быть не менее 3 сантиметров. И подождите писать, что мы такие нехорошие и отнимаем драгоценивающую жилплощадь у несчастных заказчиков, лишая их жизненного пространства. Во-первых, когда речь идет о настоящем выравнивании стен и тем более геометрии помещения, слой меньше 3 сантиметров не получится так и так. Во всяком случае в многоквартирных домах я такого не встречал. Во-вторых, полноценное использование пространства в кривом помещении все равно не получится. Разве что хранить хула-хупы и москитные сетки в мертвых зонах, образованных за шкафами. И если вы считаете, что стены в вашей квартире ровные, с вероятностью 90% вы просто не умеете эту ровность измерять. Что же касается штукатур, в которой вас уверяют, что тут хватит 5 миллиметров штукатурки без маяков, то послушайте. Все эти бригады называют цену за квадратный метр штукатурки, не уточняя, какой будет слой. Ведь чтобы посчитать трудозатраты на нанесение слоев разной толщины, нужен чуть ли не полноценный проект, а за него платить никто не хочет. Соответственно, что нанести 5 миллиметров, что 5 сантиметров, это не одно и то же, а цена уже названа. Поэтому маляры не заинтересованы действительно выравнивать стены. Платят-то одинаково, а их задача заработать денег, а не геморрой. В общем, в тех случаях, когда маляры действительно знают, что делают, а не просто зачем-то мажут стену штукатуркой, мы получаем в среднем около 4 сантиметров. Это наблюдение из практики. И сами понимаете, что при таком слое никакое штрабление абсолютно ничем бетон не касается. И остается единственный момент с установкой подрозетников. Для тех, кто на нашем канале недавно, напомню, что в подрозетниках мы обязательно должны сделать ответвление как минимум защитных проводников. Для этих целей обычно мы применяем углубленные установочные коробки. Но когда мы проводим монтаж в панельном доме, углубленные подрозетники не допускают составить даже слой штукатурки, так как его глубины может не хватить. И мы нашли выход из ситуации, применяя спаренные блоки подрозетника в глубиной 45 миллиметров. Где все соединения укладываются между механизмами розеток, что позволяет соблюсти все требования нормативных документов. В тех случаях, когда слой штукатурки действительно выходит толщиной 3 сантиметра, мы применяем блоки глубиной 40 миллиметров, которые вообще не имеют между механизмами никаких дополнительных элементов. Их установка требует большей точности, так как механизмы в них крепятся только в двух точках. И дополнительно мы должны подбирать механизмы таких серий, которые подойдут под эту глубину. И предупреждаю сразу, что подходят не все. И да, немного утапливаться в бетон нам все-таки приходится. Но при этом мы выбираем только 1 сантиметр защитного слоя бетона. И повреждаем его локально, не трогая арматуру. Защитный слой это внешний слой бетона толщиной от 2 сантиметров, который предназначен главным образом для защиты самой арматуры непосредственно. При этом все архитекторы и монолитчики, с которыми я консультировался, утверждают, что такие точечные и неглубокие повреждения защитного слоя никаким образом нанесущие способности стены не сказываются. Да и у жилищного инспектора по этому поводу вопросов тоже не возникало. Но у вас может возникнуть вопрос, как быть с теми элементами, которые в глубокий подрозетник не влезут физически? Например, диммеры и регуляторы теплого пола. Что касается диммеров, то тут стоит от них либо совсем отказаться, либо использовать костыли в виде беспроводных выключателей и микромодулей. А вот по регулированию теплых полов никаких костылей не нужно. Есть проверенное и очень удобное решение. Про правильную установку терморегуляторов у нас есть отдельное видео, но немного повторюсь еще раз. Классические терморегуляторы Тернео легко ставят стандартный подрозетник глубиной 45 мм. Но, как правило, мы вообще не ставим механизмы на стену, а устанавливаем терморегуляторы Тернео BX в электрощит на один рейку. При этом данные устройства управляются со смартфона при помощи приложения Алисы, Google Ассистента и так далее. Так что лишний раз в щит лезть не придется. А места для замены датчиков температуры организуются у самого пола и декорируются либо специальными заглушками, либо механизмами розеток. При этом мы сохраняем интерьер и решаем проблемы простоты замены датчика одновременно. По ссылке в описании вы найдете отдельное видео на эту тему, если интересно. Вот так мы делаем электромонтаж в панельных и монолитных домах. Но я понимаю, что в комментариях непременно найдются люди, которые будут рассказывать про использование каналов внутри плит. Дескать, ничего штробить и штукатурить не надо. Протягивай себе кабель и ставь розетки, все уже готово. Ну вот как бы не так. Дело в том, что в плитах для вас никто не предусмотрел 100-500 каналов на все случаи жизни. В соответствии с советскими нормами вам уготована одна розетка на 6 квадратных метров, иногда и того меньше. Понятное дело, что при современном уровне использования бытовой техники такого количества катастрофически недостаточно. Не говоря уже о полном отсутствии комфорта при использовании и нарушении современных норм по количеству розеток в жилых помещениях. Это я еще не говорю о том, что чаще всего каналы бывают забиты строительным мусором и по ним ничего перетянуть уже не получится. А в части помещений, например, освещение может быть проложено по полу соседей сверху. Ну и разумеется, в современных монолитных новостройках никаких каналов нет и в помине. И раз уж мы заговорили про освещение и потолок в целом, не лишним будет сказать, что современный монтаж и нормальное освещение в квартире в принципе невозможно смонтировать без использования подвешных, натяжных или любых других фальшпотолков. У нас есть отдельное видео по потолкам, там все это очень подробно рассказано. Также посмотрите, будет очень полезно. В двух словах, у вас есть только вариант установки исключительно настенных светильников или наружные электропроводки по потолку. И то это при условии, если толщина стяжки позволяет проложить все остальные кабели в ней. Так выглядит прокладка кабелей в квартире со вполне умеренной насыщенностью монтажа. И проложить все эти кабели по стенам вам не хватит никакого слоя штукатурки, даже без гофры. Не говоря уже про чудовищный перерасход. Поэтому про штукатуренные потолки лучше всего забыть. Тем более, что сейчас даже по натяжным потолкам есть огромное разнообразие. И вам доступны любые варианты, вплоть до гипоаллергенных и неподдерживающих горения. Ну и конечно потолки из ГКЛ тоже никто не отменял. В ролике про монтаж до штукатурки я рассказал много ужасов о косяках маляров. И насколько сложно найти бригаду хороших специалистов. А штукатурка потолка это и вовсе высший пилотаж. Так что ваши шансы на успех снижаются еще больше. Ну что ж, с уштроблением мы вроде разобрались. Отдельно отмечу только, что в теории штробить бетон можно, если вы согласуете эти работы как перепланировку. Но на практике же я с таким еще не встречался. И теперь самое время рассказать о монтаже электрощитов и организации спусков кабелей к ним, как я обещал в начале. Здесь, понятное дело, мы тоже штроблений не применяем. Но зато применяем фантазию. Чаще всего процесс установки выглядит следующим образом. Щит для скрытого монтажа навешивается наружным способом на предварительно выровненную стену. Затем отходящие кабели также укладываются открытым способом. После чего вся эта конструкция обшивается гипсокартоном и щит из наружного превращается в скрытый. Некоторые заказчики вместо гипсокартона наращивают стену блоками, заранее оставляя нишу для электрощита и кабелей. Также иногда мы монтируем непосредственно навесной щит и кабели к нему подводим в кабель-каналах. Этот способ применяется, когда щит расположен в техническом помещении или под него выделена отдельная ячейка во встраиваемом шкафу прихожей. Отмечу только, что установка накладного щита на видном месте не решает проблему подведения к нему отходящих линий. Так как по сути спрятать стену все отходящие кабели это одно и то же, что обустроить еще одну нишу под щит. Да и сам накладной бокс довольно плохо вписывается в интерьер помещения. Кстати, если щит монтируется в фальш стену, то не обязательно наращивать весь простенок целиком. Иногда можно задекорировать место установки щита, как вы это видите сейчас на своих экранах. Да и место для установки можно выбрать любое, таким образом, чтобы наращивание стены по минимуму съедало полезную площадь. Вот такое объемное видео у нас сегодня получилось. Если у вас остались вопросы или вы хотите поддержать наш канал, милости прошу в комментарии. Также не забудьте поставить лайк, подписаться и заглянуть в нашу группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там есть фотографии практического применения всего того, о чем я сегодня говорил. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда Гостплюс. С вами был Вяткин Александр.